Именно это и еще одно свойство холодной воды используют в ресторанах. Добавляют лед в газировку. От холодной и сладкой воды хочется пить еще и еще, потому что вода не всасывается, а жажда не уходит. Но самое главное, ледяной напиток, как анестетик, снижает быстроту насыщения, и вы легко переедаете. Заказали комбо и не наелись. Думаете, а можете еще заказать десерт или снеки, как у девушки за соседним столиком. В этот момент у вас полный желудок. Вам хватит, но вы, к сожалению, этого не чувствуете. Здравствуйте, я Светлана Никитчук, нутрициолог. Тема видео – вода. Два атома водорода, один атом кислорода. Все просто, но она рекордсмен по спорам. Какую пить? Зачем? Когда? Сколько? В Википедии говорится, что питьевая вода не имеет вкуса, запаха и цвета. Но кто из вас пил такую? Да, цвета и запаха нет, но всего лишь по глотку понимаем, вкусная она или нет. Очищенную, смягченную воду пить – наслаждение. По вкусу всегда можно понять, какая вода в стакане. Из-под крана – родниковая, фильтрованная, кипяченая и так далее. Наше тело состоит на 70% из воды, но с возрастом пропорция воды уменьшается на 10%. Не маленький такой кулер, да? Если вы просто хотите пить, то ваш организм потерял около 2% воды. Это 1-1,5 литра. Если состояние предобморочное, то нехватка от 6 до 8%. Крайне тяжелое состояние проявляется галлюцинациями и нарушением глотания. Говорят о потере в 10%, критической для организма. Дефицит в 12% от общей массы тела приведет к точке невозврата и летальному исходу. В зависимости от состояния здоровья и массы тела, без еды можно обойтись до 3 месяцев. А без воды – не более 5 дней. Несмотря на нашу ежедневную потребность в воде, мы совершенно не задумываемся о ней. Как будто это пустяк. Воды ее много. Что о ней думать-то? Открыл кран, и вот она течет бесконечной струей. В какой-то момент пить обычную воду стало немодно. И даже невкусно. Гораздо престижнее газировка или сок. Еда с ними вкуснее, а мы чувствуем свежесть и бодрость. Да, но только у моды есть свойство возвращаться. А классика остается актуальной всегда. Никто не поменяет воду на столах в государственных учреждениях. Никто не предложит лимонад, когда внезапно стало плохо. Утолить жажду во время и после тренировки невозможно ничем, кроме воды. Спортсмены, нутрициологи, блогеры заговорили о необходимости пить воду в течение дня, а не напитки, ее содержащие. Люди разделились на два лагеря. Первый – это те, кому водный режим помог со снижением веса решить проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности, с задержкой стула. Никогда не забуду историю, которая произошла на одном из курсов. Даже я была в шоке за 20 лет опыта. О таком узнала впервые. Участник 10 лет самостоятельно не ходил в туалет. То есть он прибегал к различным способам стимуляции. Так вот, наладив водный режим на курсе, он, к своему удивлению и неописуемой радости, начал ходить в туалет самостоятельно, без каких-либо стимуляторов. Счастье действительно в простом, особенно, когда это касается физиологических потребностей человека. Второй лагерь. Были ярыми противниками. Те, кто не имели привычку пить и считали таким себе занятием – ходить с бутылкой воды. Мне не лезет. Такую фразу я слышу часто и не настаиваю. А предлагаю попробовать. Пейте столько, сколько можете. Хотя бы по чуть-чуть. Дайте организму и себе привыкнуть. Конечно, нельзя забывать и о том, что вода – это огромный прибыльный бизнес. Реклама воздействует на наше сознание. Но в отношении воды – это благо. И лишнее напоминание – встать и выпить стакан воды. Так сколько воды все-таки пить? И когда? Рекомендаций много. И часто они противоречат друг другу. На одну калорию должен приходиться один миллилитр воды. То есть, 2000 калорий – 2 литра воды. В США считают нормой для женщин 2,7 литра, для мужчин – 3,7 литра в день. Но это не чистая вода, а жидкость из всех источников – супы, напитки, фрукты, овощи и так далее. Другая рекомендация, самая новая. Пейте воду по желанию. Хочется – пейте. Только следите за цветом мочи. Она должна быть светло-соломенного цвета, но не темной. С мочой выводятся из организма продукты распада биохимических реакций, которые вредны. Креатинин, мочевая кислота, кетоновые тела и так далее. И если вы недостаточно пьете, то эти вещества концентрируются и могут вызвать образование камней в почках. Поэтому и запах, и цвет становятся более насыщенными. Канадская диетологическая ассоциация опубликовала перечень рекомендаций по здоровому питанию. Называется «Тарелка здорового питания». И вот что говорится в ней о воде. Вода – это главный напиток, в том числе лучший диетический. И вот такие неожиданные рекомендации. Во-первых, воду нужно пить только из красивого стакана. Класс! Вспомните сейчас, из чего вы пили воду сегодня. Как вам разница? Во-вторых, добавьте еще больше красоты. Базилик, ягоды, слайс лимона, апельсина или грейпфрута. Выжимать и давить не нужно. Просто наслаждайтесь видом. Откуда взялась цифра 2,7 литра воды? Подсчитали. 150 мл выводится с калом. Пол-литра выводится с легкими при дыхании. И столько же кожей с потом. Полтора литра выводится с мочой. Вот и все расчеты. Около трех литров. Точно не стоит уже завтра впихивать в себя до тошноты полезные литры. Ничего кроме отвращения и ненависти, это насилие над собой у вас не вызовет. Начните с приемлемого для вас объема. И плавно доводите до 2 литров. Вода снижает или повышает аппетит? Вода самое необычное вещество на земле. Ее способность становиться паром, льдом и снова жидкостью поражает. Такое же неоднозначное ее действие на аппетит и скорость всасывания. Все зависит от температуры воды, которую вы пьете. Если вы пиваете воду комнатной или еле теплой температуры, то она очень быстро усваивается желудком. Если же это будет холодная вода, то она будет находиться в кишечнике до тех пор, пока не согреется до температуры тела. И только потом усвоится. Именно это и еще одно свойство холодной воды используют в ресторанах. Добавляют лед в газировку. От холодной и сладкой воды хочется пить еще и еще. Потому что вода не всасывается, а жажда не уходит. Но самое главное, ледяной напиток, как анестетик, снижает быстроту насыщения. И вы легко переедаете. Заказали комбо и не наелись. Думаете, а можете еще заказать десерт или снеки, как у девушки за соседним столиком. В этот момент у вас полный желудок. Вам хватит. Но вы, к сожалению, этого не чувствуете. Еду можно и нужно запивать водой, но не напиваться. Очень часто мы путаем жажду и голод, заедая жажду. Если вам кажется, что вы голодны, выпейте стакан воды. Не холодной и не горячей. И если через 30 минут чувство голода не ушло, значит это действительно голод. Оставляйте заявку на участие в новом потоке здорового снижения веса «Нутрициологика». Ссылка прикреплена под этим видео. Узнаете именно свою методику снижения веса без испытания силы воли. Почему воду стоит пить? Все логично. Наше тело – это набор химических элементов, которые в процессе дыхания, обмена веществ, постоянно реагируют друг с другом, вступая в химические реакции. А вода – это идеальный растворитель. Только при достаточном количестве воды в организме бесперебойно работает вся сердечно-сосудистая система. Сердцу несложно прокачивать обогащенную кислородом кровь от центральных сосудов до капилляров. Артериальное давление в норме. Вода – климат-контроль нашего тела. Поддерживает постоянную температуру зимой и летом. В жару охлаждает, выделяясь с потом. Если сейчас собрать всю кровь из человека, то 95% – это будет вода. И только 5% – компоненты крови. Желудочно-кишечный тракт также чрезвычайно чувствителен к воде и обязан ей своей слаженной работой. Увлажнение слизистых, кожи, глаз, подвижность суставов – все завязано на воде. С водой в организм поступают минеральные вещества, которые практически полностью усваиваются. Вода – источник минеральных солей. Питьевая вода безопасна для человека, очищенная от микроорганизмов и вредных примесей. Что произойдет, если недополучать воду? Из-за недостатка воды происходит изменение химического состава тканей и жидкости организма. Нарушаются функции органов и систем, проблемы с сердцем, сухость волос и кожи, частые головные боли и боль в суставах. Суставная жидкость постепенно превращается в костную ткань, что причиняет боль. Высокое давление, запоры, камни в желчном и мочевом пузыре также генетические нарушения, которые могут передаваться следующим поколениям. Обязательно уделите внимание качеству воды, от которой так зависит наше здоровье и качество жизни в ближайшем будущем. Вода может служить источником инфекционных и других заболеваний. Питьевую воду из-под крана вряд ли можно порекомендовать пить без опасений. Системы водоснабжения городов в большей степени изношены. Даже кожа реагирует на такую воду зудом, шелушением, образованием корок. А что говорить о нежной слизистой желудочно-кишечного тракта? В ней могут содержаться пестициды, нитриты, нефтепродукты, соли тяжелых металлов. Можно не подозревать, но именно вода оказывается причиной многих болезней. Смотрите, каждый раз, когда вы утоляете жажду чаем, кофе, соком, сладкой газировкой, молоком, айраном, да чему угодно, только не водой, организм начинает добывать себе воду из того, что попало в желудок. Все перечисленное воспринимается им как еда, а ему нужна вода. Понимаете? Именно вода. В продуктах также содержится вода, в мясе почти 70%, в кашах 80%, в овощах и фруктах до 90%, в хлебе около 50%. Утро должно начинаться с запуска пищеварения, с воды, не холодной. Не хочется стакан, выпейте половину и готовьте завтрак. Пить воду – это привычка. Возможно, вам просто ее никто не привил. Ведь если бы, например, вас не приучали чистить зубы, вы бы, скорее всего, считали это занятие ненужным. Через осознанность вам привили заботиться о зубах два раза в день. Рассказывали, для чего это нужно и что будет, если этого не делать. Многие говорят, я не могу пить воду, не хочу. И вот что скажу вам я. Решать вам. Но по опыту скажу, что когда системы организма типа желудочно-кишечного тракта, сердечно-судистой системы и обмены веществ доставляют проблемы, то абсолютно все готовы пить все, что угодно. И удивляются, как это просто и действенно. Почему раньше этого не делали? Выпить стакан воды перед едой легко и увеличит скорость насыщения. Достаточное количество воды в организме обеспечивает жизненный тонус, избавляя от недомоганий, улучшает мышление и координацию задач мозга. Не терпите жажду, не заедайте ее. Подведу итог. Для нас важно не только обзавестись привычкой пить воду вообще в чистом виде, но и пить чистую и мягкую питьевую воду. Пейте 2,7 литра воды и пусть 2 литра будет просто вода, а остальное – чай и кофе. Почему? Да потому что вода – самый низкокалорийный и полезный напиток. Водный баланс не должен уходить даже в малейшее обезвоживание. Если вы хотите сохранить здоровье, отнеситесь к воде серьезнее, чем думали о ней до просмотра этого видео. Не забудьте поставить лайк, а я буду прощаться. Пишите вопросы в комментариях. Пока!